описывает тоже я сегодня все начинаем нашу работу белки встреча 2 белки самые такие растаки белка у нас сегодня будет полностью завершена ребят мы с вами сделаем пушистой можно будет по ходу ее как бы генезиса менять ее упитанность я покажу как менять упитанность белки и можно сделать пышечкой можно сделать ее действительно беременной с бельчатами можно сделать и такой уже уже все хорошо уже все как бы так вот подтянулась девочка вот это сейчас будем делать я переключаю на вторую камеру и полетели вот этот эскиз у нас был закрепленный в прошлый раз карандашик уже все я думал закаменел кто-то из вас успел сделать фон я пока фон не стал ничего с ним делать чтобы все было записано у меня тоже вот на камеру что потом если что кому-то будет важно посмотрите у меня будут мягкие мхи которые я в детстве обожал но не получалось их выращивать кстати сейчас у меня получается выращивать они не растут вместе с охотинами у нас есть две таких охотины раковины вот с ними растут этим хи они их не едят и так белочка ребят сейчас мы сначала сделаем ее объемистой с помощью охры и умбры сделаем вот именно такой тон тем более что в белке умбры и охры очень много на самом деле сама по себе даже серая белка даже у черной белки по моему канадская или американская белка у них тоже есть вот эти вот подпали на такие теплого тона как раз умбра с охрой в перемешку вот этот цвет присутствует тоже но мы с вами сделаем потом еще небольшое серое распушение этой белочки небольшие такие как же называется остистый волос и подшерсток забыл как эту собак в общем будет у нас еще такой пуховая опушка у нашей белочки мы сделаем серые как раз будет серого цвета так сейчас нам нужно будет охра и умбра женая приготовьте эти красочки но само собой белая будет нужно как беленькая у меня уже есть ухра приготовил недавно без охра ничего не получится вообще ничего так большой не нашел но нашел маленький тоже хороший может удастся его весь использовать чтобы он не засох потом вот если ребят буду зависать или будут какие-то вопросы смело сигнальте микрофончики открываете говорите и так на этом этапе нужно сразу ребят запустить то что вот ну для нашей белки в ее формообразование будет самым главным откуда падает цвет вот теперь пора теперь вот придется выбрать я предлагаю конечно же цвет будет в лесу это частая ситуация падает откуда-то сверху но у вас есть еще выбор с левее правее если это не конкретная полянка на которую белка выскочила где все может быть как угодно но в принципе белки частенько бегают и не только по деревьям но и по земле и получается верх верхний свет образуется и для этого верхнего света как раз и получается что все равно позиция будет сверху падать освещение как бы белочка у нас будет освещаться именно сверху а вот право-лево ребят можете выбрать но выбрав это освещение его надо будет потом показывать везде и в нашем хах и кора какого-то пенька сучка ветки какой-то либо ствола фрагмент может у кого-то будет на те стволы которые находятся поодаль если у кого-то фоне будут запланированы на стволы чуть подальше их тоже надо будет с одной стороны подсветлить чтобы у вас везде царство света было с одной стороны вот это будет необходимость такая серьезная вот ну полетели сейчас она будет навести так как йогуртовой краски нам наших вот эти вот умру и охру работать кисточками будем щетинистыми ребят больше щетинка у нас сегодня будет главное а вот потом будем приглаживать тонкой кистью будет таких несколько этапов мы белку сначала распушим вот такую сделаем всю такую вот красавицу пушистую с помощью щетинки а уже аккуратненькие шерстки будем делать тонкой кистью и так первые проходы вот умбра охра и еще один будет нам цвет необходим белый белый белая красочка причем я вам предлагаю ухты неужели она мне схватилась белая краска меня как-то резине вела ладно спасательная белая краска у меня в банке целая бывает вот и около умбры белый беленькая у меня будет и около охрочки тоже вот надо будет сделать замесочки небольшие светлая охра конечно же очень такая светлая ну и сразу рассветла охра то и светлая умбра какао с молоком такое такие вот тоналочки вот потом нужна будет такая краска как бы вот между охрой и умброй вот которую вы уже развели но в частности вот конкретно вот о охра который у вас в чистом виде охрочка и немножко от этой вашей умбры разведенные с белой краской вот эту смесь надо будет сделать будет такая теплая тоже довольно такая темненькая краска в принципе она будет такая потеплее немножко так сейчас секундочку я камеру увидел что я немножко сдвинул вот вот все мои замески теперь на виду здесь у меня охра с беленьким цветом здесь у меня умбра с беленьким цветом а вот умбра с белым цветом и охрочка вот вот здесь вот вот и вот в этой кучки вот я замешал все мастихинчиком чтобы пошустрей так тут только не в палитру гола в палитру положила прям видны немножко да но сейчас не цветочки цветочки попозже из засыхающей степи последние приветы пока не начнутся дожди наше второе лето не начнется так ну вот основное готово и так я беру свет по привычке ребят сейчас поставлю себе меточку даже так вот свет будет падать на белку вот отсюда вот так я потом это закрою эту стрелочку пока такая прям напоминал как говорится что прям маячила перед глазами вот соответственно все что у белочки будет уходить вот в эту сторону вот на этот бачок будет потемнее немножечко все что вот на верхушечке на макушечке сразу я беру вот эту ой а как это это взял ухты так я кажется не ту краску взял сейчас я сразу сброшу я начну со светлой стороны вот сначала со светлой стороны там где охрочка была с белой краской вот эту охрочку я беру и со стороны моей белки пока что просто мазочками прохожусь по самым верх верхам заезжая немножко на карандаш движение пока больше тычковые пока больше тычком формирую шубку то что у меня сливается сейчас фон немножечко ребят и на это даже внимание сейчас не обращайте вот это сейчас не главное так вот весь лобик практически тоже я просветляю просветление лобика формирую и у теперь на охрочку чтобы плавненько перед делать переход перехожу тоже тычком все тычочком с лобика перехожу вокруг глазика уже тычком о умбра умбра с белой краской головушка вот у белок я уже вам говорил у них вот это вот нижняя часть очень часто бывает светленькая более того даже беленькая как у некоторых котиков как у некоторых многих живых существ светленькая то что называется еще иньская поверхность вот то что как раз брюшка животик низ низ горлышка вот у многих котиков у многих косаток у многих рыб у многих животных вот эта часть и она как раз светлая и белки тоже не исключение. Белки тоже попали. Поэтому даже несмотря на то, что здесь как бы в общем-то зона тени, я здесь все равно буду делать более светлое вот это вот все пространство. Тут будет белый мех. Да, он будет потом в теневую зону уходить потихонечку, поэтому я потихоньку его потом буду приглушать немножко к низу. Но вот все вот это вот брюшко, все, что связано с брюшком, будет немножечко более светленьким. чем все остальное. Вот. И сейчас я перехожу на более плотную уже чистую охорочку вот в районах всех вот этих вот лапочек, которые лапочки выходят вот сюда. Все по катычкам. Ребят, больше похлопывающим таким движением. Как бы такая, что была плотная шерстка. И вот сюда тоже вниз уходя потихоньку-потихоньку начинаю делать чуть более темные зоны на лапочку, переходя. Похлопывающее движение тоже очень универсально в том плане, что оно дает хорошую базу для той структуры, которую вы можете потом подчеркнуть все вот эти вот мягкости. Всю вот эту вот мягкость этого животного можно будет очень хорошо подчеркнуть. Вторая лапочка. Так, ушко. Ушко немножко сделаю чуть-чуть по охрове. Это внутренняя часть, получается, на нас смотрит. Локатор ушко. Вот чуть более такой темненький слегка локатор. Здесь уже только маленький такой фрагментик этого локатора. Вот. И сейчас я умброй пройдусь по первым, ну, таким символам темнот. Уже чистой практически умброй. Вот что осталось на кисточке, я сейчас это не смываю. А просто умброчкой слегка-слегка я разбавил. Вот совсем небольшое количество взял. И пробегаюсь по всем темнотам моей белки. Темнота первая. Самая сильная темнота это будет вот эта вот ляжечка с переходом на спинку, но не с самого края. Напомню, ребят, рефлексы работают у белок очень сильно. Потому что мех, он играет рефлексом. Вот я выставляю ту темноту, которую надо будет раскидать. Вот эта вся вот зона темноты. Удаленная такая чуть-чуть. Сбрасываю кисточку обо что-нибудь. Там у вас, может быть, газетка есть, бумажка какая-нибудь, тряпочка ли. И вот такой опустошенной кисточкой тычком. Все делаю тычком. Разбиваю вот эту темноту, чтобы она плавненько-плавненько исчезла. Краешек по возможности оставьте, чтобы он был у вас чуть-чуть посветлей. Если потеряется, не переживайте. У вас есть в запасе там охра с белой краской. Можно потом осторожненько будет простучать это местечко, если вдруг загасится немножко. Если эту часть сделаете поменьше размерами, вот от того, что у вас есть, она у вас будет похудее. Сделайте ее покруглее. Вот у меня тут вторая линия есть, в принципе. Я вот если по этой линии сделаю, она будет более пухленькая, такая белочка. Это вот один из элементов пухлости. Так, вторая тень, ребят, тоже очень такая хитренькая. Вот это вот лапочка. Если у вас какая-то лапочка есть, нижняя часть лапочки тоже будет потемней. Вот при этой стрелочке, вот если сверху запускать свет. Тоже смотрите, вот это простой довольно рибус. в зависимости от того, как вы свет сами себе выбрали, вы можете легко распределить, как у вас падает это все на вашу вот белочку. Тоже пока что главное движение у меня основное – это тычок. Вот заушинка. Вот это вот за ушком почесать белочку. Тоже вот здесь вот мохнатку можно сделать более темненькую. Темненькое местечко. Сама шеюшка образует здесь вот эту складочку. вот пушистенькую наши белочки. Вот за ушком как раз тоже можно сделать слегка чуть-чуть более темненькое. Так, ну и, конечно же, самая нижняя часть животика. Там, где уже брюшко, касается у нас то, на чем белочка находится. Вот здесь у нас плавненький переход у брюшка, чтобы она к низу у вас темнилась. Вот что касается пока что основных таких разбивок наших красочек по белке. Также я сейчас раскидаю все красочки по хвосту. Тоже пока тычком. Ребята, это как бы первая такая раскидка всех наших мазочков. Вот тоже будет у хвоста верхняя часть, конечно, вот эта зона на свету. Ее надо будет сделать более светленькой. Вот, практически вот эта вот зона будет более светленькая у меня. Вот. Сейчас я сдвинусь немножко так, чтобы и хвост было видно, и палитру, чтобы я не совсем... А, я же могу вот так сделать, я забыл. Я же могу просто приподнять камеру. Так, вот. И потом делаю хвостик уже все потемнее и потемнее. Чуть-чуть от этой беленькой. Тоже, ребят, все пока тычком. Стараюсь в основном только на тычком это все выстраивать. Заодно прикрываю карандаши, которые здесь у меня присутствуют. Вот, кончик хвоста, получается, у меня где-то вот здесь вот находится вот этот вот кончик хвоста вот в этом месте. То есть, вот он так хох, так заворачивается. Это вот как раз зона поворота хвоста. Вот. И, собственно говоря, я сейчас сразу начинаю делать эту темноту, которая будет вот в этой части сбоку от хвостика. Вот это все уходит в тень. Рефлексик потом верну. Сейчас пока, чтобы хвост не запутаться. Вот, подхожу вот здесь вот к тушечке. Вот это все в темноту уходит. Пока умбровую. Мы, чтобы как бы свой глаз не сильно замутить, я вам предлагаю как раз вот такое, ну, некое уменьшение количества красок до умбры и охры. Это хорошо упрощает. Вот отсюда хвост пошел, 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 пошел вверх. Вот тут, тут он переворачивается в эту сторону, пошел вот уже сюда. И тогда вот здесь, вот в этом месте перегиба, где перегибается хвост, будет тоже немножко темно в этом месте. Вот. И хвостик потихоньку-потихоньку спускается все ниже, ниже, ниже. Там очень длинные волоски, шерстинки, которые просвечивают насквозь, из-за этого кончик более светленький. Вот такая жесткая разбивка красок, немножко без прописи, без прорези, без каких-то элементов, то, что я косметикой называю часто. Это уже будут глазки, шерстинки, ушек и все остальное. Вот. Пока что это вот именно светотеневая карта. Разбивка по нашей белке всех основных светов и теней. Вот. И когда это вы сделаете, ребят, вот здесь будет небольшая совсем пауза, чтобы это все подсохло, чтобы потом, когда мы будем наносить цветовую гамму на эту белку, уже текстуру этих всех шерстинок, пушинок, чтобы у вас это все не смешивалось с последующими слоями. Пока это сохнет, я сейчас немножко расскажу вот про эти шарики мха. Вот. С ними ничего сложного. В принципе, если это шарики, то законы шарика применяются. Если это цилиндры, то законы цилиндра. Вот, пожалуй, и все. Единственное, что мхи очень часто любят округлые формы и округлость мху присуща. Так уж они растут. Если так вот нашим языком сказать, то это, в принципе, и правильно будет. Дендритики мха растут во все стороны от точки крепления, от точки роста. Поэтому, получается, стремления к округлым формам у них уже заложены эволюционным их строением. Вот как бы во все стороны подряд. Если есть точка роста каких-то дендритиков моховых, вот этих вот сочленений, они все в разные стороны, как взрыв. Вот. Если таких точек несколько, то из этих точек они все в разные стороны, как взрыв. Равномерно и одинаково. И получается, что если так делать, то получается пучок сферический фактически. Если бы это из одной точки росло в пространстве, но так как они крепятся на какую-то основу, получается, что они ее обтекают, но округло. Вот эту округлость придется и показывать. Когда вы будете делать вот эти мхи, ну, разновидность мха, скажем так, мхов очень много, слишком даже много. Но вот тот мох, который такой вот именно, такой плотненький немножко, я забыл его название точно. Сапра. Сапро. Забыл. Какое-то там сапра было. Или сагни. Ой, не помню. Не буду вспоминать. Вот зеленый цвет, конечно же. Спагнум, наверное. Спагнум, да, наверное. Вот какой-то, помнишь, что спа, спар, спра, спра. Спагнум. Спагнум. Спасибо, Люда. На тебя прям надеялся, если честно. Думал, наверное, Люда знает. Хотя, хотя я могу ошибиться, что это тот мох, который я имею в виду, потому что, возможно, спагнумский мох, это то, что на болотах с клюквой растет вперемешку. Так что с амхами все... Это именно тот мох. Но нас это с фаном, нас это и так далее, с фагнум. Для этого мха, ребят, мне понадобится какие-то зелененькие, парочку хотя бы оттенков, чтобы я не стал их выдумывать. Я взял темный зеленый цвет, вот у меня один. И есть у меня еще светло-зеленый, такой изумрудный классический. Рядышком с ними поставлю еще один желтый цвет, на всякий случай, средний какой-нибудь, не лимонный. Хотя за неимением ничего, можно и лимонный использовать. Вот. И практически тоже большой кисточкой. Сейчас сделаю заготовки. Сразу вот темно-зеленым цветом внизу. Вот это вот у меня сверху вот стрелочку, я помню. Вот внизу будет темнотка такая. И кверху сразу перехожу в желтенький. Вот сюда вот уже вверх. Не отмывая кисточкой. Мелким тычком. Меленький тычок, чтобы образовывались и плавные переходы моего будущего мха, и текстура такая характерная для этой разновидности мха. Вот. И пока он сырой, сейчас вот у меня желтый перешел. Уже вот желтоватый-зеленый стал. И вот теперь чуть-чуть, совсем немножко палочкой возьму. Не буду брать кисточкой, потому что кисточкой будет слишком много. Палочкой я разбрасываю сейчас белую крашечку вот здесь по верхам, по макушечкам. И таким же движением, как только что я сейчас делал все подряд, я делаю высветление. Вот. Высветление так, чтобы белый цвет исчез. А то будет подозрительно, что это вдруг наверху мох такой белый стал. Но он стал светленький. Вот. Вот эта фаза нужна. Белый мох будет подозрителен. Такой особенный подозрительный мох. Вот такой вот шаричек. Книзу, в принципе, можно залезть еще разочек и умброй слегка чуть-чуть, и зелененьким, чтобы вот здесь вот внизу его сделать место крепления чуть более темненьким, чтобы была какая-то такая буроватая зелень его теневой инструкции, вот этой зоны. Как бы слегка. Вот такой шарик я сейчас делаю. Раз, два, три. Но как минимум три. Я там посмотрю. Может, потом уже войду во вкус и сделаю еще несколько таких штучек. Вот тут белки поосторожнее. А, но сейчас можно пока не осторожничать с белкой, потому что она вся будет переписана. Поэтому все будет хорошо. Но желтый цвет у меня кончился весь. А где же я его? Я думал, мне хватит. А оказалось, не хватит. Придется сейчас его тоже. Вот все на густых красках, ребят. Кисточка не отмывается ни на одной из фаз, а просто зеленый цвет смешивается с желтым, и кверху он у вас становится, само собой, светлее. Что и используется широко вот в этой структуре. Вот. И немножко по верхам, чуть посветлее, чтобы он стал. Можно там взять охручку, которую вы замешали. Вот там то, что оставалось у нас от белковых красок. Вот сделаю здесь еще маленький такой полукружек. Пумц. Внахлест. Как бы наоборот, теперь светленький сделал, а теперь перехожу в темненький. Немножко желтенько, чуть-чуть. Вот. А потом уже умброчкой какие-нибудь там намеки. То ли это может быть какая-то коряжка какая-то, либо какое-то дерево там. В общем, что-то там такое есть. Может быть, даже на ней какие-то фрагменты коры. Это, возможно, я пенек сделаю. С пеньком тоже будет красиво. Тут будут лапочки касаться этого дерева. Вот. И тут еще один зелененький у меня обнаружился. Зелененький. Попробую второй зеленый цвет. Попробую. Да, в принципе, оба зеленых цвета нормальных. Кто будет на изумрудном зеленом цвете такие штучки формировать, просто в изумрудный цвет надо будет добавить немножко умбры из желтого цвета. Тогда все будет красивее. Вы погасите изумрудную ядовитость. Кто еще не встречался с этим оттенком? Кверху зеленей, зеленей. Ну и, соответственно, у кого цилиндрические будут мхи, с той стороны, где свет, надо будет как раз в эту фазу светленькую переходить. То есть фактически у меня сейчас получается снизу вверх световая структура идет к источнику света. В цилиндрическом будет боковой немножко вариант. То, что сбоку к свету будет немножко больше яркости этой зелени. То есть как раз беленьким цветом переходим на цилиндрическую пинкетку или ветку какой-то. Уже как раз выстукиваем мох с белым оттенком на свет выходя. Так, ой, спрятался. Ну и какой-то элемент я сейчас введу в фон. Пока что там что-то такое зеленое, я предполагаю, находится вдалеке. Поэтому у меня будут зеленые пятна всевозможные. Может быть, это деревья. Может быть, это какие-то просветы сквозь деревьев. Там где-то будут темненькие места, где-то будут светленькие. Все тычком, тычком, тычком. Я оставлю эту текстуру, чтобы вся картина была в основном такая, ну, большая часть тычковая, пушистенькая, скажем так. Но я сейчас вот этим тычком формирую расфокусированные эффекты. Слегка к белочке осторожненько подхожу. Потом ее, когда буду прописывать, уже все будет аккуратненько. Где-то там местами может быть даже темненькая там темнота какая-то такая, но тоже пятном. Тычковые движения, колючей кисточкой очень хорошо помогают делать расфокусированные какие-то пятна. Как бы ни в фокусе, там что-то вдалеке такое, где-то там что-то темненькое. Можно с краев потренироваться, ребят, вот тоже с краешку потренироваться, например, делать такие плавные входа этих пятен, чтобы плавненько они так у вас исчезли. Вот что там такое? Неизвестность. Вот данный прием появился в живописи все-таки, мне кажется, с приходом цифровой, ну, не цифровой, а фотография. Просто фотография. Оптический эффект, когда фокусируется объектив камеры на что-то, а остальное внефокусе. И из-за того, что что-то там не в фокусе, оно как бы в пятнах таких исчезает там, маревым таким, туманистым. Впоследствии данный прием стали использовать в особой выразительности уже в изобразительном искусстве. Что там такое, кто знает. Можно всякие делать таинственности, непонятности. Но в целом, если там, например, стоит какая-то роща, то в массе этой рощи может быть какой-то эффект вот такой вот смазанности в расфокусированном. Ну, у кого-то-то, я видел, уже там есть какие-то фоны. Вот, ребят, так что тут уже смотрите, что у вас там, как пошло и как это все двигается. Беленькое сейчас тоже посветлей. Вот так же расфокусировано. Можно будет впоследствии делать какие-то элементы, даже вот стволы какие-то такие расфокусированные, как силуэт какого-то там большого объекта. Тоже дело такое. Личное. Единственное, что в таких движениях, вот сейчас хотел по инерции взять белой, не белой краски, а воды взять хотел. Вот ни в коем случае воду нельзя, ребят, вот в этой технологии кто будет работать. Тут вода как раз все испортит. Сразу причем. Все будет растекаться, не управляться. Неуправляемая абсолютно будет структура поведения красок, когда они будут жидкие вот для такой техники. Тут как раз немножко такая используется вязкая, полусухая структура. Максимум йогуртообразная красочка, но не больше. И когда будете подходить к какому-то краешку, например, вот того же мху, лучше кисточку лежа положить и вот лежа выстукивать как раз вот эти вот маленькие границы, чтобы постепенно вот вы подходили кончиками вашей кисти к тому, чтобы вы хотели так вот с чем сблизиться приходится вам с самой кисточкой. Где-то можно на фон наехать какой-то там, ту же белку, например, можно спокойно сейчас наезжать на нее, мы ее еще будем прописывать. А вот какие-то объекты, вот типа вот, например, этого же мха я обыграл по кругу почти лежачим похлопыванием. То есть вот лежачим похлопыванием, когда у вас все волосики придавливаются. И это очень удобно, проще управлять кисточкой. Вот такой фон еще хорош тем, что вот сделав какую-то такую начальную подбивочку, которую сейчас настучал здесь, когда это подсохнет, можно сделать вообще новые пятна сюда включить, смешиваться они не будут, можно сделать силуэты неба, какие-то голубые пятнышки, такие как бы просветы сквозь деревьев, например, прямо по этому фону, когда он засохнет. Можно поменять всю гамму, в принципе, тоже допустимо. Вот, ну, остатки краски я, ребят, сейчас выкину вот на этот вот элемент пенька. Предполагается, что у меня такой немножко спил какого-то пенечка, либо какой-то, может быть, ветки, тоже хотел вам показать некоторые нюансы, может понадобиться кому-нибудь. И вот здесь как раз нужна будет жидкая краска, но не сильно. И движение кисточки надо будет вот прямо вот, вот я сейчас специально на плитке своей показываю, ребят, вот чтобы такие царапки появились. Как вот это движение описать? Чуть ли не под весом своей кисточки, но если честно, 24 номер кисточки я взвешивал, как ни странно, но он весит 24 грамма. Вот надо 4 грамма давить. То есть еле-еле-еле-еле-еле. И по кругу. Жиг, вот так вот. Формируем водовые кольца. Еле-еле-еле-еле касаясь, чтобы получилась такая вот структура. Таким же эффектом можно тренироваться делать последствия доски, может кому-то будет нужно срочно сделать доски, забор какой-нибудь поставить, там датчку расписать, что-то еще. Вот таким же движением, ребят, 4-граммовым, еле-еле касаясь. Я просто взвешивал, поэтому смело говорю, 4 грамма. Будут вот такие царапочки. Эти царапочки как раз очень похожи на всем известные годичные кольца дерева. Ну или текстура древесины, можно даже сучки так обыгрывать, если это уже доска какая-то. Лавочка там, например, или еще что-то, или заборчик деревенский. Или обшивка дома. Вот, собственно говоря, пока большая кисточка будет не нужна. Сейчас я перепрыгну на тоненькую. Продолжение следует... тоненькая кисть тоненькой кисточкой в принципе можно тут же пока еще не совсем засохли мои палитры пока они еще могут что-то помочь пока сделать может раз подводочку коры и cambia более толстый слой здесь более четки его можно сделать и под ним более светленькая структура попробуем это желтый чуть-чуть там еще и беленьким слегка погулять более светленькая структура . вот можно при желании если кому-то интересно ребят сделать эти маленькие растрескивание какой-то ревнышко там лежит например то вот можно как бы его так ах так у меня уже беловатая краска уже надо убрать делать из крышечки утащу заодно и крышечку водой смажу что очень полезно красочек в принципе в направлении центра только смотрите если у вас там будет виден центр все хорошо это центра не видно то вот там где-то предполагаемый центр если он есть вот где-то там даже вот они ниже вот чтобы вот это шло в направлении центра где-то можно просто маленький фрагмент где-то можно сильно прогуляться можно сделать мало можно сделать много кого как пойдет вот ну и верхний слой конечно коры тоже кто будет прописывать или такие элементы вот тоже немножко подсветлить я сейчас посветляю белой краской но немножечко сейчас его водой разобью чтобы она потом высохла просвечивала что под ней находится под ней коричневый свет свет поэтому она высохнет и будет им его как раз высвечивать свет у меня я помню где стрелочку я рисовал вот с той стороны и запускаю этот свет на этот цвет пока он сейчас светленький но потом это пройдет потом он подсохнет и все немножечко там номер куда-то он там пошел туда как раз белочки какой-то такой элемент древесиночки вот собственно говоря все готово к белке белка в принципе уже суха до белочка готова отлично теперь начинаем ее пропись можно начать с косметики косметика белки это конечно же но с чего начинается косметика все-таки с глаз ребят глаза вход в душу пока что белка какая-то такая немножко инфернальная немного так честно говоря такая вот она вся такая вот какой-то странный глаз вот первое я как раз это уверу чтобы белка уже смотрела на мир глазом своим внимательным и чутким нужна будет черная краска обязательно пригодится и умбра и может быть даже немножко охрочка и желтенький там все 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 будет нужно рядышком чтобы у вас было находилось само собой тонкая кисть вот с этого и начнем только черненький часа ищу папа черный платы я тоже дело похоже коварные тюбики склеиваются в верхней части о выскочил не люблю эти пластмассовые тюбики очень коварные выскакивают непредсказуемо так черненький цвет нам его впоследствии на будущую нашу руку поэтому в принципе скоро надо будет его немало сначала территорию глазика я вам предлагаю сделать подводочку верхнего века и нижнего века чтобы глазик у вас конкретно тоже был выделенный глазики при таком размере у белочки ну совсем не маленькие поэтому здесь как бы тоже смотрите не сделать их слишком малюсенькими у белки глаза не круглые ребят имейте ввиду есть структурами миндальки есть элементу когда у белочки так вот если тот пусть я глаза вот и сразу же вот пока вот к черный цвет не высох можно в принципе смыть кисточки сейчас черный цвет и тут же сделать умбровую такую под водочку внизу как бы выделяя сразу эти самые немножечко выделим зрачок чуть-чуть но не зрачок а и как бы получается как теплую подводку сделаем одновременно и выделим как раз и рис глаза вот больше наверно даже чем зрачок именно коричневая такая нижняя вот этого под водочка чуть-чуть я думаю что на камере видно не будет сейчас чтобы было видно что я сделаю сделать чуть-чуть какао с молоком чтобы вы видели что это за цвет вот он мне такой вот оттеночек вот единство к час верну обратно сейчас как раз в зону зрачка вот сейчас по крайней мере его стало видно вот кисточку я смыл и пока поставлю такой временный небольшой блик свет падает от меня вот отсюда стрелочка была вот с той стороны я цепляю беленький небольшой элемент чтобы немножко светилась слегка легонько вытянутая можно точкой в принципе ребят поставить можно слегка как бы так вот в две точечки которые соединены между собой вот белка по крайней мере уже имеет глазки сейчас начнутся такие уже украшательства белую краску пока не смываю с кисточки давайте здесь я вас подожду чуть-чуть и продолжим с глазиком дальше десять б вот а то что нужно будет как раз этой нашей тонкой кисточки коснуться белой красочки ой смысле белой воды и вот сделать эту белую краску чуть жиже заплетается язык даже немножко еще добавлю беленького и 3 а если у меня белка как будто прямо смотрит и свет у меня справа один глаз им блики они будут тогда расположен чтобы не касая была блики одинаково иначе будет касаемо одного глаза с этой стороны у другого глаза с той же стороны положено зеркально так нет 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 не зеркально ой-ой-ой так сейчас я секундочку быстренько в общем допустим раз глаз два глаз два глаза если есть то блики соответственно надо будет ставить вот если у этого глаза допустим вот здесь блик ой не прицепляются беленько вот допустим здесь внизу получился то и это тоже будет внизу то где-то вот тут вот ой да что ж не цепляю всегда получалось показать это сразу а тут вот я поняла это я так выразилась своим женским умом зеркально в направлении света да это я правильно понял на всякий случай термин для других чтоб попало так ну а я вернусь ребят то что я сейчас сделал вон она мне не просохла еще вот это вот мобиль беленькая разведенная с водой почти не видно вот в этом месте сейчас я смою кисточку вот она мне эта красочка что и будет нужно сделать простая процедура здесь надо немножечко кто косметикой занимался вспоминайте но хотя в принципе это не это по глазу делается так что есть не косметика еще пока вот самая нижняя часть вот этой нашей коричневой подводочки вот ее надо сделать более светленькой за счет вот этой беловатой такой красочки не очень получилось пока что чуть-чуть сделаю погуще воды видать много набросал чисто белой не стоит надо чтобы она была обязательных немножко с водичкой но так подобрать ее чтобы делая мазочек и было видно вот она вот она пошла 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 вот самый нижний краешек нашего глазика чуть-чуть надо так вот подвести сделать подводочку бледной белой краской она высохнет и будет просвечивать вот тот цвет который мы там бросили коричневатый такой карии глазки вот у нас кариглазая белка в принципе для фантазии для своих каких-то волшебных моментов вот эту нижнюю нашу подводочку карим цветом можно было сделать любым хоть голубоглазую белку хоть фиолетоватую это дело индивидуальное ребят следующий очень важный элемент этой же краской но теперь уже погулять по веку вот это уже как раз косметика то что называется по моему тени тени вот по надо как бы мы формируем как раз вот этим высветом века который может у белочки моргаться не всякие грызуны умеют моргать немножечко высветляем можно сделать их более крупными можно сделать их тоненькими удивленно приподнятыми но это но это не бровь конечно но некоторые мультикали мультипликаторы как раз и бровь тоже формируют у белки для выражения еще пущей такой выразительности такую же надо будет сделать и в подводке нижней тоже вот по нижнему веку тоже сделать такое небольшое вот это высветление чтобы наша белка была выразительная тень подводочная и вот это вот верхние тени это я могу дальше на весу ну и все ребят дальше уже под полетела тонкая кисточка по самым темным местам сейчас я пробегусь черная краска с водичкой на воде наводим чтобы она у вас была жиденькая такая чуть-чуть чтобы просвечивала то что будет под ним находиться и первое что я предлагаю ушки вот по кантику ушек маленькие маленькими такими черточками малюсенькими но не надо стремиться чтобы они были прям тончайшие ребят здесь не надо как бы больше как бы даже точками можно формировать потихонечку мы формируем как раз краешек ухо чтобы у белки был более темненький вот особенно то ухо которое ближе к нам то коротко подальше там тоже в принципе немножко такой можно сделать один краешек чтобы у вас был тоже более темненький головушки можно чтобы он увеличился в размерах вот и 2 там совсем немножко если вы есть чуть-чуть хотя бы слегка-слегка можно сформировать поверх этих темных пятен потом пойдут шерстинки вот что еще жидкой краской черного цвета надо будет сделать можно в принципе если у вас вот смазалась вот не нижняя кромка глаза маленькую такую тоненькую под водочку как раз вот этого нижнего века слегка 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 это можно сделать верхняя в принципе там ну если только какие-то помарки исправить нужно будет если у кого-то там слегка на тенях чуть-чуть попали то можно в принципе сделать более четкий глаз чтобы у четко было видно черной краской также можно если у кого-то нечаянно получилось так что блик очень большой можно блик уменьшить черным цветом смотрите так ну и дальше уже черный цвет практически пока вот в таком виде будет не нужен чуть попозже нужно будет на его основе краска с водой черного цвета чтобы она была черненькая но с водой вот я и не дам засохнуть чтобы она мне так не пересыхала побрызгаю и сейчас я формирую снова красочки для шерсти нашей белки это будет конечно же в первую очередь опять-таки охры с воду с белой краской и ум раз белой краской но еще и черный цвет тоже с белой краской надо будет завести чтобы был такой серый тон вот они сейчас делаем уже синтетикой или щетинкой сейчас пока можно это сделать мастихином на палитре а вот наносить их будем в перемешку и щетинкой и синтетикой тонкой то есть мы немножко сделаем движение колючей кисточкой а потом пригладим тут же такая будет работа поэтому смотрите чтобы у вашей синтетики круглой было острие ребята это важно именно острие способны делать последствия вот эти вот шерстинки наши белки сейчас я пока на набрасываю эти красочки охра умбра немножко белый цвет у меня в банке вот и закручиваем охра с белой красочкой есть есть умбра с белой красочкой есть тоже есть оставлю пока кисточку вот в этой умбре а нет не в умбре этой же кисточкой можно добавить с черный цвет тоже замешать его немножко как раз чтобы он стал такой серенький сейчас пока умбру жесткую беру вот здесь я замешаюсь вот такой сероватый цвет вот и здесь надо будет начать с того что находится дальше всех от нас дальше всех от нас вот в моей белке которые сейчас у меня изготовлены ребят находится вот этот хвост как раз ой палитру я немножко не подумал как я сделал в общем вот эта часть хвоста вот эта часть хвоста мне самая дальняя вот это сейчас часть самая дальняя потом вот это поближе потом вот это вот попка с ляжечкой белки потом уже идет вот это вот рученька которая здесь пойдет потом вот это брюшко в принципе она может быть раньше ручки потому что ручка поверх нее вот последний будет нос вот вот нос это будет последний что что-то нам самое ближнее этой белки это нос ее вот и вот в направлении что самое далекое вот в этом направлении сейчас я и начну работать вот сейчас у меня серая краска на кисточке но в принципе здесь без разницы может серой краски начать кончик хвоста где-то вот здесь вот в этом месте и в направлении кончика хвоста вспоминаете нашу краску в смысле карту нашу, вот наших движений, я начинаю делать такие движения травы, еле-еле касаясь кисточкой. Вот в направлении как раз кончика этого хвоста я сделал серой красочкой. Вот здесь тоже немножко так вот еще пока уже в сторону чуть-чуть, но тоже в каком-то легком направлении хвоста. Пока что серый цвет, ребят. А потом в него же тут же немножечко прихватываю и умбры немножечко с белой краской. Чуть-чуть. И охрочки с белой краской тоже, особенно на кончиках, чтобы красивый рефлекс получался. Вот не переживать, что там сейчас немножечко может у вас там смазаться слегка. Можно расставить, например, эту краску тычком, а потом ее уже аккуратненько пригладить. Кончик хвоста там уже потихонечку вот в него, смотрите, где кончик хвоста, туда мы сдвигаем нашу кисточку уже обглаживая все эти движения. Это заготовка. И потом по этой заготовке уже тонкой кисточкой, сейчас я немножко опять сдвигаюсь, из-за того, что палитра у меня там боюсь ее повредить. Вот. Тонкой кисточкой уже можно и серыми движениями, как раз серыми отдельными движениями легонечко. Мы как раз формируем уже сам рисунок вот этих вот отдельных наших шерстинок, тушинок. В направлении хвостика они собираются все в какую-то такую структуру. Вот. И тоже можно их комбинировать. Вот серых, конечно, здесь будет чуть побольше. Потом среди них появляются и умбровые. Вот здесь они уже выходят немножко в стороны. Вот такая будет у нас основная работа. При этом все объемы будут сохраняться. Сейчас я здесь повыше сделаю. Вот она моя. Это вот умбра. Умбра с белым цветом. Единственное, что сейчас будет такое вот необычное немножко, ребят, сейчас я пока иду светлым вариантом. То есть сейчас пока все светленько. Вот. По кончикам, особенно немножко на фон заезжая, обязательно смело заезжайте на фон. Иначе у вас будет очень такая причесанная белка чересчур, чтобы отдельные какие-то ее шерстинки, вот прям на фоне было их видно, что они прям такие вот тут пушинки, пушинки, пушинки. Но сейчас будет вот это вот местечко. Вот эта вот темнота вот здесь появляется особая, потому что здесь хвост заворачивается. И вот тут придется взять более темную красочку. ту же черную, например, можно взять, чтобы вот здесь сделать шерстинки в направлении вот этих наших всех распушенностей хвоста, чтобы сформировать вот этот перегиб хвостика уже вовнутрь. Вот то, что я сейчас формирую как раз. Вот, если нечаянно переборщите, тут же берите более светленькую краску, ту же охруть, ту же умбру. Можно их тоже чередовать периодически, чтобы у вас была не одна красочка. Вот, и потихоньку выглаживаем наши шерстиночки. И так потихонечку поднимаемся все выше и выше и выше. И уже когда поднимемся самый вверх, вот тут уже можно будет переходить на эту сторону. Тоже здесь будет часть шерсти хвоста в одну сторону ориентироваться. Помните об этом, часть в другую сторону. Какая-то часть будет немножко смотреть вверх. То есть будет несколько таких траекторий. Сейчас пока я поднимаюсь все выше и выше и выше и выше и выше. Можно, в принципе, ребят, себе помогать большой колючей кисточкой сделать какие-то общие такие намеки, но если только еле касаясь. Вот именно еле-еле-еле. Она удобна в этом плане, что вы делаете общий такой тон, а уже детали какие-то, уже непосредственно какие-то элементы уже более подробные, уже выписываете тоненькой кистью. Вот в этом плане хорошо комбинировать обе эти кисточки. И потихоньку... И потихоньку... Не забывайте, откуда у вас падает свет. Так можно немножко увлечься и высветлить слишком все сильно чересчур. А где-то у вас, между прочим, там есть все-таки темноватая шерсть. Это надо обязательно, ребят, учитывать. Даже, может быть, очень темноватая. Не бойтесь делать перетемнение сильное. В крайнем случае, что мы теряем? Ну, всего лишь на всего какие-то отдельные элементы. Придется снова потом пройтись по темному месту, ну, той же умброй и охрой. Вот и все. Но при этом, если вы сделаете все-таки какую-то теневую зону, в вашей белке включится контраст. Вот сейчас я как раз выстраиваю темную зону хвоста. Оставляю немножко вот этот светлый край. Обязательно чуть-чуть. Вот сейчас мне тут крупинка черненькая слишком залезла. Залезла. Беру спокойненько умбру с белой краской и прям по ней, по этой темной массе перекрываю. Вот. Сейчас беленьким цветом пройдусь вот по краешку, вот по этим местам, ребят, чтобы они светились поярче, вот эти вот местечки. Вот. Но движениями вот как раз еле-еле касаясь в направлении основания хвоста, где-то вот там вот внизу у белки и немножко в сторону кверху. Вот чтобы появился такой вот этот знаменитый рефлекс. Меховой рефлекс очень сильный. Такими же белыми элементами можно пройтись, в принципе, ну практически по всем, особенно верхним зонам, вот уже сюда вот в теневую. Вроде бы в теневой стороне, но тем не менее, это вот в верхней зоне уже можно делать делать эти освещения. Здесь пока у меня, в принципе, светло. Вот. Но если там сейчас слегка-слегка-слегка вот эту часть подтемнить, то как раз будет светленький край, более интересный. Так, у меня крупинки появились. Надо палитрочку почистить. Ну и самые яркие места у моей белки, конечно, это то, что встречает свет. Вот это надо себе обозначить тоже, ребят. Где у вас свет падает на хвост, вот именно эти места, надо делать светлее, само собой. В этих местах можно смело белить ваш мех, чтобы действительно там это все-таки это освещенная зона, она получает больше всех света. Мех может даже засветиться чуть-чуть вот в этом плане, поэтому это допустимо. Вполне. А уже на этот беленький мех можно заезжать тоже в направлении снизу. Тут получается несколько таких выглаживаний. Колючая кисточка большая, очень хорошо работает, когда вы двигаетесь штрихом ею снизу вверх. Там, где хвост у нас идет на поворот. Серые пятна тоже, ребят, если появятся слишком большие количества серых пятен, вы по ним потом по слегка подсохшим пятнышкам прогуляйтесь краской, например, охровой чуть-чуть. У вас они сразу стали тепленькие, сразу так вот утеплится немножко ваша белочка. Хотя серых тонов у белки довольно много. Вот сейчас я утепляю как раз серый цвет тонким-тонким слоем охры. Еле-еле-еле. Она потом будет просвечивать серый цвет, но при этом будет тепленький серый цвет. вот сейчас я омбру, а нет, охру. Охру с черным цветом немножко замешаю, чтобы был такой теплый теневой тон. и вот эту часть хвостика, вот эту зону, ребят, я сейчас все отправляю в более темненькую такое. Странно, как-то камера у меня очень белит, я оказывается, сейчас посмотрел, очень все выбеляет. А, оно у меня совсем не белое. Надо же, интересно. так, жиденькой черной краской, разведенной с водой. Я еще немножко пройдусь вот по этим самым темным зонам, ребят, там, где как раз идут поворотики. Так, что-то мне эта кисточка не острит. Сейчас я другую возьму, чтобы острие было остреньким. Вот они, эти острия, которые мне нужны. вот такая будет хулиганская пушистость. Вот. Два темных места у хвоста будет. Вот в данном случае свет падает оттуда, вот это место будет темненькое, и вот основание хвоста тоже будет затемняться. Вот очень сильно. Здесь тоже прогуляюсь сейчас я темными тонами, острой кисточкой. Но это уже будет тонкая кисть, ребят. Вот именно вот это вот местечко. Как раз приближаюсь к телу. и чем ближе к телу, тем темней. Кверху тоже будет немножко, вот слегка-слегка, чуть-чуть, но там уже темные зоны есть у меня. потихонечку. Вот потихонечку так вот запушили. Следующий момент, ребят, уже начинаю сейчас переходить на тушку. Хвост я пока оставлю в покое, а там видно будет. С ним можно еще повозиться, можно белку в тоне поменять, сделать из нее рыжую белку. Сейчас пока что я делаю такую рыжевато-серую белочку. Но потом при желании ее можно в любую тональность перевести. Сейчас я перехожу снова на большую кисть. С сероватым цветом пробегаюсь по всей шерстке, по всему вот этому меховому элементу. Так, она мне подсохла оказывается уже немножко. Сейчас я ее чуть-чуть увлажню. Вот и краешек, сразу прохожу краешек, формирую такую сероватую светимость краевую, краевая светимость. Прямо звучит как-то так на уровне муниципалитета. Краевая светимость. Административное слово получилось. Но тем не менее, действительно, по краешку, вот по краешку тушки я пробежался вот всей, от лапочки, вот от этой нижней части до самой верхушки. Немножко на лапку верхнюю, на ручку вот эту как раз зашел с плечика. Можно, в принципе, ребят, немножко сформировать какую-то складочку случайную. Там много может быть складочек таких нечаянных белочек. Но вот одну, по крайней мере, вот там на брюшко между как раз плечиком и вот лапочкой тут может быть какая-то складочка у них. Такой намек. движения все легенькие, поглаживающие. И вот тут пора уже немножко с белкой какой-то контакт заводить. пока что я все так все больше малярно рассказывал. теперь уже с белочкой. Вы сейчас ее поглаживайте. Вы сейчас эту белочку как бы делаете какой-то микромассажик. Я вам предлагаю сейчас эмпатически как-то как-то представляет что у вас все-таки живое существо, что эта белка вам будет дарить какую-то эмоцию. Все таки как ни крути ни верти. белки это умеют. И вот как бы вы сейчас так осторожненько ее побережнее пожалуйста. Обглаживайте кисточкой мягень, чтобы ей приятно было. Не вспугните. Вот наверное что будет. Очень хороший вот этот термин не вспугнуть белку в плане легкого прикосновения нашей кисточки. С одной стороны да, вот как описать эти 4 грамма ребят. У кого есть дома ювелирные весы или хотя бы более точные электронные? Можете посмотреть что такое 4 грамма. Это очень хорошая практика. Касаться чего-то а лучше кого-то в 4 грамма. Хотя с рисованием с одной стороны это не имеет ничего общего. С другой стороны это прям необходимо в рисовании вот касаться кисточкой иногда в 4 грамма легонько 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 тогда вещи у вас получаются очень нежные легкие как пух вот этот вот белки как вот легкая вот ее пушинки все эти и как только мы надавим а привыкли мы давить очень сильно это наша привычка связана отчасти с разными вещами личного характера внутреннего а отчасти с обычным элементом правописания когда мы должны чтобы что-то нарисовать давить на карандаш или на шариковую ручку из-за этого давления получается линия если такое давление применять на рисование то очень часто нажимая сильно на кисточку с краской у вас просто все смешивается вместе слишком сильно а вот надо как раз поверх одной красочки еле 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 касаться совсем другой красочкой тогда ее будет видно нажму посильнее она исчезнет вот наверное это будет как раз и есть не вспугнуть белку чтобы белка не спугнулась не давите вы на кисть немножко можно тоже вот слегка слегка на спиночке заезжать вот этим просветом на зону как раз ее ручки чуть-чуть как бы плечико получается своеобразная белочка таким как бы таким вот маленькой такой бочкой такой такая вся нахохлилась такая вот может сгруппироваться немножко это их естественная поза и вот немножко слегка 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 может заходить вот эта зона ключевая верхняя часть по крайней мере даже освещенная так лобик и переход на носик тоже посветлей сделаем вот 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 тут же пока у меня остренькая еще есть тут же беленькой краской кончики ушей пока обыграю именно те которые на свет попадают вот вот этот вот эта часть прям будет очень сильно вся освещаться как раз можно сделать хотите сделайте длинные такие пушинки вот эти вот ушко заходит немножко даже слегка слегка вот сюда на голову ребят имейте ввиду оно не идет от края головы оно прям чуть-чуть заходит вот сюда вот там где он как бы висок начинается вроде бы как по всем законам ну кто кто использовал подобный ракурс но даже если у вас другой ракурс все равно будьте внимательны ушки крепятся не с самого края они вот заходят на голову вот вот одна окантовочка и следующая окантовочка тоже здесь здесь очень тоненькие волоски так любимые художниками из-за этого они просвечивают прям насквозь можно смело делать вот эти светлые кантики вокруг ушек вот именно как светимость потом конечно можно будет по ним пройтись и рыжей красочкой немножко или коричневой или оранжево умбровой слегка уже когда будет беленькая сделана ребята сейчас самое главное это сделать беленькая а потом пожалуйста хоть охорочкой пройдитесь хоть рыженькой краской будет соответственно какой-то у вас вид белки но в целом они у вас будут светиться в любом случае будет светимость нашей белочки так еще одна косметика это конечно же кнопка носа носик у белочек такой он такой довольно плотненький черным цветом его можно конечно тоже сделать но как вариант чтобы прежде чем сделать его черненьким я предлагаю сделать его каким-то сероватым цветом чуть-чуть не спешите сразу учернить вот сейчас немножечко подсохнет я вам покажу уже следующий момент он 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 Продолжение следует... 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 которые могут у вас появиться, когда будете поформировать пальчики. Можете поставить какой-нибудь плод, прям не знаю, прям хоть орех, хоть шишку. Не, ну шишка белкам не так интересно, только ради озорства. Вот какой-то плод можно, какой-нибудь там орехообразный. В глухих таежных лесах вдруг у белки оказался в руках фундук. Вот и думайте, откуда у белки в таежных лесах, там в Сибири, например, вдруг фундук появился. У туристов стырило. У краткой. Ну ладно, сделаю все-таки какой-то намек на фундук. Ну, белка без фундука, как-то даже не знаю. Ну, самое приятное лакомство. Конечно, с удовольствием они корешками балуются, и какими-то отдельными побегами веточками, и даже, в общем-то, может и шишку поклевать. Занимение мне фундука. Можно и не делать фундуку. На самом деле, это шляпочка. Спасибо. 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 Так, ладно, шляпу я изобразил. Заготовка для шляпы есть. Так, маленький намек на ротик, ребят. Тоже вот ротик как раз очень часто скрыт по направлению с носика. Сейчас носик уже, в принципе, можно подчернить немножко. Верхнюю часть я оставляю серенькой, чуть-чуть внизу, более темненькая. И маленьким сердечком спускается чуть-чуть вниз. Впоследствии потом из этого места можно выводить вот эту вот носогубную. Ну, у кого этот ракурс подходит, ребят, если у кого-то сбоку, то, конечно, этого видно не будет. Там просто можно намек полтреугольничка изобразить, и все. Вот, и уже где-то вот здесь вот маленький смайлик улыбочки. Белки-улыбаки, на всякий случай. У нас много животных есть, у которых вот эта складочка повернута уголком вверх. Вот и собаки-улыбаки есть, и котяки-улыбаки. Вот у белок тоже вот этот уголок. Я специально пока сделал черненьким, потом его изменю немножко. Он, конечно, не чёрненький такой, не столь плотный. Но, тем не менее, ребят, вот этот уголок верхний, он как раз вверх идёт, и получается ощущение, что белка улыбается. Это вот интересное свойство. Поэтому белки-улыбаки. Сейчас я немножко это прикрою. Чересчур так слишком сильно, чтобы это не было. Чтобы тоненькая была эта складочка. Песчанки тоже улыбаки. И вот теперь я начинаю делать шерстку белого тона, белый цвет. Ребят, жиденько, слегка-слегка, немножечко его, как сливки, формирую. И задача этого белого цвета – пройтись от нижней челюсти вот этой вот шерстнистыми движениями по брюшку вниз. Как будто вот спускаться всё ниже и ниже сейчас буду. Именно от самой нижней челюсти. Так, здесь у меня ручка начинается. В принципе, тут не так уж много пройтись. Совсем немножечко надо. Но движения все в направлении, как брюшко идёт туда вниз, вот так вот мы и двигаемся. Чтобы сама структура брюшка была тоже вот в этих маленьких царапинках. Раз. И второе, чтобы оно было светленьким. Чуть-чуть посветлее. Вот этот подпаленный мех подбивочный. Книзу можно, конечно, будет потом чуть-чуть более сероватым сделать этот цвет. Чуть-чуть слегка. Можно даже большой кисточкой. Особенно будет интересно, если это сделать сероватым цветом снизу, взмахнуть кисточкой, если получится, ребят. Только тут надо, вот как раз сейчас я её взял из воды, решил не смывать воду, ну, не вытирать тряпкой воду, чтобы сделать пледный серый цвет, ну, на воде именно. А вот сейчас понимаю, что если я сейчас так мазнусь, я пол белки сразу уничтожу. Сейчас я в тряпочке выдавлю немножко всё это лишнее. Вот. Вот и небольшой тест-драйв, ребят. Что нужно будет сделать? Движение сделать надо вот именно вот такое вот. Вот такая структура движения. Ни в коем случае нельзя будет сделать что-то вот такое вот. Вот это вот нет. Это не надо. Легонечко. Вот как бы поглаживая. Здесь может быть не 4, конечно, грамма, чуть побольше. Грамму 10-15. Но чтобы легонечко. И вот снизу как раз вот. Слегка-слегка-слегка. Вверх по направлению. Так вот шерст-то идёт. Вот, чтобы внизу как раз можно сделать самые такие тёмные движения. Постарайтесь, чтобы не было прямолинейных движений, ребят. Прямолинейные движения — это уже не мех. Это уже что-то такое твёрдое, прямое. Даже не палочки. Даже палочки гибкие бывают. Вот. Здесь сейчас я это уберу. Бегонечки переход такой сделаю. Вот такими же движениями я пройдусь вот по этому локотку. Он дальше всех от света. Поэтому я ему подарю теневые краски. Но тоже все движения потихоньку-потихоньку проглаживают белочку. Осторожно, чтобы не испугнуть. Можно даже немножко зайти вот сюда на ручоночку чуть-чуть. На лапочку тоже. Вот здесь вот я напомню. Здесь у нас с вами был тёмный цвет, умбровый. Теперь поверх этой вот остатков этих умбры я предлагаю вам легонько-легонько-легонько-легонько, прям еле касаясь, еще и сероватым цветом пройтись. Вот потихонечку заходить на лапочку сюда, на эту территорию. Белка становится все пушистее-пушистее. Так, вот здесь тоже будет на бачке у нас там тенька заходила наверх. Я сейчас не делаю одной сплошной линии, чтобы были всякие вмятлости в белочке. Вот как бы отдельно вот ляжечка, отдельно вот здесь бачок, вот как бы тенёшечка пошла, чтобы немножко было разделение. Чтобы зона теней на лапке не соединялась с тушкой. Зона тушки уже будет другая тень, своя. А у Умбра, и мы когда это делали, я сделал одну линию общую, ну как шарик, по принципу шарика. Здесь немножечко еще посильнее сделаю еще один слой, чтобы брюшечка уходила туда уже вниз, деревяшечка у меня еще темнее. Так, лапочки вот эти теперь тоже противоположные, вот немножко тут видна. Как бы я сейчас расставляю. Белка немножко серой становится, ребят. Не пугайтесь. Если серая белка вам, мало ли, вдруг по какой-то причине будет не так необходима, как, например, другая, по этому серому легонько цветом, который вы хотите сделать белку, вы можете пройтись. Все ваши вот эти тени будут просвечивать. Но пройтись надо будет краской другой белки по цветовым оттенкам, которые бы вы хотели, используя за счет воды жидкую сделать ее. Вот это вот, используя вот разбавление водянистое, вы сможете сделать вот эти все эффекты. Сейчас немножко здесь вот тоже над бровиком сделаю такой темнее, чуть-чуть. Сам объем у вас уже будет здесь готовый. То есть он уже есть. Вот еще один момент тоже сделаю такой теневой, ребят. Вот белка находится. Белка у нас вещественная. Очень важный момент, наверное, все-таки будет. У кого видно, что она у вас на чем-то находится, вам придется от белки сделать что-то типа тени. Есть ли ваша белка из этого мира? Хотя бы намек такой вот, как бы около белочки сделали вот эту всю темноту, уже на основе, на которой она находится, а потом ее растушевали. Вот просто, ребят, растушуйте ее. Не важно, как там будет играть эта тень в зависимости от вашего расположения белки. И главное, чтобы вот растушевочка пошла от белки. Понятно, что это ее тень. Может, будет достаточно. Если переборщите, потом просто перья, введите красочками там более светленькими. Можно всегда прибрать какие-то нюансы. Допустим, слишком много вы сделали, убрать можно всегда излишки тени. Акрилы-то позволяют делать такие нюансы. Можно уменьшить размер теней. Можно увеличивать размер теней. Смотрите, у вас нет натуры сейчас под вашу белку, поэтому по ощущению. Ловите ощущение, что вот как-то вот... Вот только края резкие не делайте. Рекомендую вам делать краешки, чтобы они были размытые. Такие тени проще. Все-таки, когда у вас есть возможность с натуры посмотреть белку, вы можете там внимательно разглядеть, как тень идет, попытаться ее сделать, в зависимости от той основы, на которой находится ваша белочка. А когда это такая произвольная, достаточно символа, что белка тень отбрасывает. Вот это уже будет хорошо. Я сейчас разбросаю немножко краски, которые жалко, что остаются на палитре. Пускай будут там. Спасибо. Вот, и сейчас сделаю краевые акценты, ребят. На этом, в принципе, белку можно завершать. Краевые акценты — это как раз, чтобы белочка ваша была уже оконтурена, оформлена, включены все моменты ее габаритов. У меня сейчас более-менее хвост, только вот как вот так вот четко видно конфигурацию. А у белки много таких мест. Вот здесь вот как-то так фон сливается с головой. Вот это место вообще очень сильно сливается. У меня там от лапки ничего не осталось, поэтому надо будет сделать ее краешек, лапочки, чтобы он светился. Даже если только маленькие запястья руки у белки, даже если только оно будет одно видно, все равно надо это обозначить. Здесь пока слияние произошло. Вот здесь тоже краешки все как-то так немножко размылись у лапочки сейчас. Вот это вот как бы конкретизироваться будет. Это, конечно, тонкая кисть. Начну сейчас как раз, наверное, с лапочки. Вот в этом месте как раз вот. Я сейчас оформляю тот краешек, который у этой лапки будет светиться. Допустим, вот это вот все будет у моей лапочки. И на пальчики слегка-слегка-слегка затушевываю. Заезжаю. Как бы лапочка светится там. Вот все, я ее как бы выделил. Немножко слегка поползла у меня вот эта вот красочка тоже на подбородочке. Сейчас я ее сюда выведу под самую вот эту вот нижнюю структуру. А там фон. Там уже фоном, в принципе, можно слегка взять какой-то фоновый такой околоцвет и каким-то фоновым околоцветом, ну, как стирательной резинкой подобрать. Вот. У меня фон тычковый, поэтому на тычковом фоне легко делать пятновые какие-то элементы, опять-таки, растушеванные. Но при этом, при этой растушевке слегка можно прибрать излишки, убрать что-то лишнее, подконтурить фигурку. Вот такая же ситуация у меня вот здесь вот образовалась. Как раз то ли это шишка белки вот здесь такая надглазная, то ли это фон там такой просвечивает. Вот так-то тоже немножко неконкретно. А цвет там был у меня зеленый. Сейчас я его найду. Вот темно-зеленый я там использовал. Тоже много его не надо. Он был там с чем-то типа охры. Вот как раз охра у меня тут засыхает. Вот я делаю эту подводочку вот здесь вот, как ее не нужно было. Ой, вот так вот. И, соответственно, само собой цвет такой не намешал. Вот поэтому я спокойненько сейчас просто этим цветом подбиваю эту вот шишечку налобную. Перехожу вот сюда вот в носик. А потом в фон, в сам фон затушевываю край этого пятна, чтобы постепенно-постепенно он у меня исчез. Вот здесь тоже какое-то белое пятнышко. Уберем его. Фон, 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 фон. Все это убираю. Вот. Можно как раз вот в этих моментах водичку добавить, ребят, чтобы сделать более плавную растушевочку. Вот шерстка на голове очень довольно тоненькая. Больших мохнатостей там таких не наблюдаются. Поэтому там не обязательно делать такие слишком серьезные прорисовки. Но есть очень красивое местечко, как раз вот верхний час вот этих вот волосков, которые идут у зверька по лбу. Можно, в принципе, пройтись тонкой кисточкой, еле-еле касаясь. Вот как раз вот над веком, тоненькими-тоненькими движениями, чтобы какие-то маленькие-маленькие-маленькие-маленькие штришки шли в направлении к носу. Едва-едва-едва-едва-едва-едва-едва. В направлении носика. Такая легкая текстурка. Щечка. Знаменитая щечка беличья, которую очень часто обыгревают все мультипликаторы и наши, и диснеевские. Щечка белки сформирована как раз такой мягкостью. Принцип вот этот вот, ребят. Вот как бы вот этот элемент, что вот верхняя часть посветлее, нижняя потемнее. Ну, если бы сейчас брать, делать щечку, формировать, вот можно ее только вот здесь. Вот как бы как раз вот над губой верхней сделать этот вот элемент щечки. Мультипликаторы любят ее сильно-сильно, прям чуть ли не выводить вот аж за ушко вот сюда. Вот что у зайчиков, что у белочек. Даже у лисы не комодуряются. Ну, вот как-то так вот есть особая любовь к щечкам. Я сейчас покажу вам намек небольшой. Как раз вот носик. Здесь образуется вот эта вот линия. Вот это вот более такая вот желвачок. Сейчас я его пока сильно выделю. Вот кисточку я сейчас убираю. Всю краску вытираю об тряпочку. И вот теперь растушевываю вниз. Первая растушевочка вниз. Вот, и такая же, но точечная, точечками, растушевка вверх. Именно точками. Вниз можно как угодно, там хоть волчком, хоть тычком, а вот вверх только точечками, чтобы появилась только зона световая. Только лишь световая зона. Так у вашей белочки получится как раз вот этот намек на то, что потом вот мультипликаторы превратили в щечки. Вот такая структурка. Можно ее акцентировать потом еще, если что. Если вдруг мало ли погасло, на ребят, можно потом еще раз подбелить. Смысл выбеливания, чтобы появился свет у вас. Но делая его тонким, растушевывая его, вы его переводите в красный, который у вас присутствует уже нанесенный на ваши белки. И они, начиная просвечивать, просто формируют приподнятость вот этой вот верхней губы нашего зверька из семейства грызунов. Грызун. Грызун обновенный. Так, я сейчас вернусь еще на одну конкретику. Вот эта вот лапочка тоже так же, ребят, можно ее вот я сейчас обвожу, чтобы появился вот этот отцвет на лапочке яркий. Вот. Но это мех, поэтому тонкую линию оставлять нельзя. Хотя бы тычком разбить вовнутрь. Тычком тонкой кисточкой, как швейной машинкой. А вовне как раз можно уже легонько, 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 легонько и мазочком слегка-слегка, чтобы она была такая тоже легким пушистым ореольчиком. Продолжение следует. Вот, немножко теневой красочкой слегка зайду туда вот вовнутрь брюшка. Чуть-чуть, чтобы был такой намек на контраст. Вот в этой зоне тоже, чтобы линию тени очень чересчур детско у меня. Продолжение следует. Вот здесь тоже немножко волосочков таких накидаю пушинок. Легонько, легонько. Продолжение следует. Я сделаю ярко верхнюю часть плечика. Как темная часть уходит в одну сторону, так вот светленькая на свет пошла. По большому счету, ребята, если так еще раз пробежаться, то получается тень идет, вот эта вот подхвостовая тень от его перегиба, потом тень основания хвоста, потом тень как раз спинки бачка с переходом на ляжечку, тенька потом пошла у руки внизу, тенька за ушком пошла, вот под челюсть нижняя вот сюда вот уходит, тенька у брюшка, тенька у вот второй ножки. Вот это как бы основные такие тенечки. Про второстепенные тенечки можно, в принципе, над бровью поставить вот это вот легкое затемнение, разделить как бы голову на световую сторону и вот на выход уже вот сюда. Можно, в принципе, сделать еще в ушках внутри, но не у всех белок вот эта вот структура темненькая, вот именно вот здесь вот. Вот там есть такой эффект, когда ушки немножко просвечивают, это очень тонкая материя, тонкая ткань. Вот сейчас как бы вот я так слегка затемнил, но, в принципе, оно может быть также и розовеньким, может быть и оранжевеньким, немножко светится так слегка, особенно верхний кончик. Вот, это как бы основные, ребят, моменты. Вот, все остальное на стороне света. Вот, все остальное на стороне света. Завершайте по мере того, как будете чувствовать, что готовы завершить, ребят, тоже это такой момент. Белки у всех разные, белки у всех, конечно, сам истинь тоже там, у многих там, именно ракурс может быть различным. Когда будете готовы, обязательно белку под лак отправьте, ребят. Многие краски, которые сейчас у вас будут слегка приглушенные, они у вас потом появятся и проявятся именно после лакировки. Ну да, я тоже света заметил, что очень сильно меняются световые гаммы. Ну, можно попробовать чуть-чуть. Ага, сейчас тебе это предпочитающее положение, что... Люда, Света, Аня, сможете ли вы включить... А, из него бежала, там смогла уже подпичать. Нет, уже прибежала. Я прерывалась, ну, покажу только то, что есть. Так, ну, же ж, хорошо же ж. Найдешься, покажи тут... Вау, аня, как здорово. Такие белки вообще. Света, сможешь? Я бы, чтобы у нас было шесть белок, так хотя бы. Хотя бы, хотя бы шесть белок. Какие милые вообще все. А Света что, не включается или ушла тоже? Нет, вот включилась, ура. О, классная такая. Света, какая она у тебя парадная. Устремленная такая. Но у нее хвост парадный такой. Так, ребят, прошу не шевелиться 4 секунды. Раз, два, три. Оп, четыре. Спасибо. Ну, такие классные. Все белки роскошные. Роскошные. Я наделаю свою. А в центру потом пошлите. Красные такие белки. Классные. Надо шерсть дописывать. А то она у меня пока сыренькая такая, мокренькая. Под дождем была. Подсохно. Причесывайте тонкой кисточкой, если когда уже будете их выглаживать. Тонкой кисточкой вы можете сделать их прям такими лялечками аккуратными. Аккуратными. Прям такими вот прям вот цыпа-цыпа. Ну что мы... Ладно, ребят, всем тогда счастливо. Спасибо большое. А будет запись, Дмитрий? Да. Ну она оцифровывается будет, наверное, часа два. Вот. Потом еще час-полтора загружаться, так что я не знаю, мы, наверное, уже уснем к тому времени. Но если она появится там где-то в районе часа ночи, то, в принципе, мы об этом даже не узнаем только утром. Не, нужно про днем или это послезавтра смотреть уже? Почему? Я думаю, завтра уже будет готово все. А, ну что точно будет? Я сейчас, она оцифруется, вот пока как закончится запись у нас. Потом она, когда оцифруется, часа полтора она обычно оцифруется. Потом я ее загружать ставлю на YouTube. Женя, покажи еще белку твою. Ну я сегодня не рисовала, я опоздала немножко. Я сегодня была три дня у приятельницы на даче, но смотрела белку на березе у нее, прыгала живьем. Так что потом нарисую, обязательно выложу. Выложу живьем белки, конечно. Да. Здорово, живьем. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Пока-пока. Спасибо огромное. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.